Девятнадцатого октября 1928 года в Дании скончалась вдова Александра Третьего и мать Николая Второго, императрица Мария Фёдоровна Романова, в девичестве датская принцесса Мария София Фредерико Дагмар. Она прожила в России более 50 лет и покинула ее в апреле 1919 года, пережив все, что обрушилось на семью и страну, вместе с революцией и гражданской войной. Правление царской династии Романовых длилось 304 года. За время их правления Россия из небольшого московского царства превратилась в гигантскую империю, простирающуюся от середины Европы до Дальнего Востока. К XIX веку Россия обладала самой влиятельной, быстро растущей экономикой мира. Богатейшие природные ресурсы обеспечивали ей стабильность и перспективу. Величие империи царский двор демонстрировал сиянием алмазов и бесчисленных драгоценных камней, которые украшали венциносных осор. Ослепительное сверкание бриллиантов, матовое мерцание золота и благородного серебра, жемчужные россыпи, смарагды и яхонты являлись неотъемлемой частью парадных церемоний российского имперского двора. Во всю эту роскошь окунулась и была ею ослеплена датская принцесса Мария София Фредерико Дагмар. В Марии Федоровне было много того, что отличало ее от других венциносных особ. Граф Сергей Гюлевич Витте отмечал главное качество императрицы – природный ум, дипломатические способности и политическую интуицию. Широко известна и общественная деятельность Марии Федоровны. Но была в ее жизни одна деталь, которая выделяла нашу героиню среди дам российского императорского двора. При ней всегда находился ларец с ее личными драгоценностями. Революция 1917 года оказалась гибельным пожаром для династии Романовых. Мария Федоровна с трудом пережила отречение от престола своего сына Николая II, а затем трагическую гибель всей венциносной семье. Спасаясь от революции, Мария Федоровна с дочерьми чудом добровалась до Крыма. Оттуда их путь лежал в Данию, в страну ее детства и юности. Это было изгнание. Она покинула Россию навсегда. Когда Мария Федоровна навсегда покидала Россию, и в Ялте поднималась на борт английского крейсера «Мальборо», сундучок с сокровищами оставался при ней. И хранился он у российской императрицы до последних дней ее жизни. На следующий день после похорон Марии Федоровны было вскрыто и обнародовано ее завещание. Согласно ему, все свое имущество, включая драгоценности, она завещала своим дочерям, Ксении и Ольге, поровну. Но когда родные вошли в покой усопшей, выяснилось, что ларец, хранившийся под кроватью, исчез. Куда же делись личные драгоценности супруги русского самодержца Александра Третьего? Попробуем в этом разобраться. Чтобы понять, куда мог пропасть ларец с драгоценностями императрицы Марии Федоровны, мы должны совершить небольшой экскурс в историю. Интересный факт. Все дневниковые записи, которые Мария Федоровна делала полвека в России, написаны на датском языке. Конечно, она не забывала родину никогда. Будущая русская императрица покинула Данию в 19 лет. 1 сентября 1866 года. Наверное, из всех императриц, которые были у нас, из тех, кого я знаю, читал, мне Мария Федоровна нравится больше всего. Это удивительный человек. Датская принцесса, которая приехала в Россию, чтобы стать русской императрицей. Она не знала это своего жениха толком, императора Александра Третьего, будущего императора Александра Третьего. И воспитанная в суровом, духе датском, достаточно консервативном, во дворце королевском, где, в общем, соблюдались суровые правила этикета. Причем не просто этикета, а королевского этикета. Где были суровые правила поведения, стерженности внутренней, как это было принято. Она ехала в совершенно неизведанную землю, в Россию, о которой она только читала. Рассказывали, что проводить принцессу на набережную вышли тогда почти все жители Копенгагена. Среди провожающих был и Ганс Христиан Андерсон, который знал принцессу с детства. Великий сказочник предрек ей долгую, счастливую, но под конец полную трагических потерь жизни. Несколько дней спустя датский корабль «Шлезвик» в сопровождении русской императорской яхты «Штандарт» пришвартовался в Петергофе. Она приехала, ее торжественно встретили. И она стала осваивать Россию. Она осваивала Россию искренне, она осваивала язык, она осваивала обычай. Она полюбила Александра Третьего. Этого необычного императора, может быть, из ряда выходящего из императоров. Брак датской принцессы Марии Софии Фредерики Дагмар с Александром Третьим оказался счастливым. Новую российскую императрицу Марию Федоровну любили и уважали. Муж и родственники знали одну ее маленькую слабость – любовь к драгоценностям. И на все семейные и религиозные праздники всегда дарили ей украшения. Различных украшений за годы накопилось значительное количество. По описанию одного из близких, сделанному еще до революции, в их число, кроме брошей, колье, браслетов и воротников, шитых бриллиантами, входило и несколько пасхальных яиц, изготовленных фирмой Фаберже. А также нитки черного жемчуга, множество бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов. Редкие византийские украшения, тиары из рубинов с крупными алмазами, гарнитур из розовых бриллиантов, пояс из алмазов и бриллиантов и многое другое. Яйца Фаберже, как мы уже знаем, почти все остались в охваченной гражданской войной России. Но большую часть личных драгоценностей императрица спасла и увезла с собой. Это были подарочные вещи, с датами и символами. Не просто драгоценности, символы жизни. Мария Федоровна любила брошь с огромным овальным сапфиром, с бриллиантовой застежкой и подвеской из каплевидной жемчужины. Это был подарок свекра, императора Александра Второго. Еще одна памятная брошь, овальная, бриллиантовая, с застежкой, была подарком от мужа, Александра Третьего, в день их венчания. А воротник из бриллиантов и жемчуга украшал царицу на праздновании 300-летия дома Романовых в 1913 году. Датские газеты писали. Что иногда, по случаю, Мария Федоровна надевала на себя колье или брошь. Но очень редко. Тем не менее, о содержимом ларца ходили легенды. Это собрание драгоценностей вызывало восхищение у многих особ королевской крови. Причем не только Дании, но и всей Европы. И это неудивительно, ведь большинство украшений сделали лучшие российские ювелиры. И, конечно же, сам Карл Фаберже. Действительно, подобных украшений, видимо, не было ни у кого. Но король христиан X как-то обмолвился, и это стало достоянием общественности, что часть ювелирных изделий после смерти тетки должна принадлежать ему в благодарность за гостеприимство. По письмам последних годов, последних лет ее, ясно, что в общем жила она очень скромно. У нее был выделен совсем небольшой уголочек дворца королевского в Копенгагене. И там буквально были достаточно небольшие счета за электричество. То есть она достаточно аскетически жила. Жила в книгах, читала очень много. Наверное, многое молилась. Она ведь была человеком верующим, потому что, будучи все-таки русской империатрицей, конечно, она приняла православие. Была православным человеком. Поэтому все это говорит о том, что она была удивительно стойкой, удивительно сильной и очень неглупой женщиной. Кстати, и это было известным фактом. Король Дании, христиан десятый, был экономен до скупости. И содержание своей тетки, бывшей российской императрицы, назначило такое мизерное, что она еле-еле сводила концы с концами. Через некоторое время Мария Федоровна с семьей и слугами переехала на небольшую виллу Видор у моря, в 12 километрах от Копенгагена, которую она купила еще в 1904 году на двоих со старшей сестрой, Александрой. Александра тоже находилась в статусе вдовствующей королевы, но королевы Англии. Мария же была бедствующей императрицей без империи. Теперь ее нигде не принимали официально. Не принимал ее в Букингемском дворце и родной племянник, сын Александры, английский король Георг V. Он был так удивительно похож на сына Ники, императора Николая II. По настоятельной просьбе своей матери, король Георг V назначил Марии Федоровне Романовой ренту. 10 тысяч фунтов стерлингов в год. Эта сумма позволяла жить и самой императрице в изгнании, и ее семье, и ее маленькому двору. Причем Мария Федоровна помогала и всем оказавшимся в изгнании родственникам и знакомым, причем не только им. Тысячи и тысячи русских эмигрантов писали ей со всех концов света. Мария Федоровна считала своим долгом удовлетворить просьбы всех своих бывших подданных. Мария Федоровна была человеком с благородным сердцем. Еще будучи императрицей, своей стезей и долгом она считала помощь людям. В России Мария Федоровна создала и возглавила общество попечения о детях, ссыльных в Сибирь. Общество по снабжению неимущих квартирами, множество приютов, Мариинский институт для слепых девочек, родовспомогательный дом, школу повивальных бабок. Она возглавляла российское общество Красного Креста. Выплачивала стипендии. Причем на все это шли немалые средства самой царской семьи. А с началом Первой мировой войны она участвовала в организации госпиталей и вместе с дочерьми работала сестрой милосердия. Февральская революция застигла Марию Федоровну в Киеве. Война продолжалась, и она с дочерьми работала там в госпитале. Из Киева временное правительство выслало их в Крым. И уже оттуда русская императрица отправилась в изгнание. С самого начала, когда Мария Федоровна оказалась за границей, и в Москве очень интересовались, а что конкретно она вывезла. Поэтому всячески пытались там, используя какие-то воспоминания современников, составить список драгоценностей, которые были у Марии Федоровны. Говорят, что, в общем-то, такой список существовал. Вот другое дело, что сейчас этого списка драгоценностей ни у кого нет. И никто не может сказать, что именно принадлежало императрице, что не принадлежало. Только вот исследуя скрупулезно какие-то фотографии прошлого, особенно часто она меняла драгоценности, на празднование 300-летия династии Романовых. Она тогда присутствовала на всех торжествах. И, в общем-то, на всех торжествах она была с разными драгоценностями. Разные воротники драгоценные, разные броши, разные изиадемы. Все было разное. Вот по этим фотографиям можно сказать, вот эти драгоценности принадлежали конкретно вдовствующей императрице Марии Федоровны. Считается, что у Романовых после революции на заграничных счетах остались огромные средства. И, в принципе, уцелевшие члены семьи должны были бы жить безбедно. Но как-то роскошной жизни ни у кого из них не сложилось. Почему? Ответить на этот вопрос оказалось несложно. Финансовая система царской России была довольно прозрачная, а императорский двор являлся частью этой системы. Каждая потраченная или заработанная на ценных бумагах копейка Романовых в свое время была учтена. Придворные удивлялись, насколько бережлива была Мария Федоровна и как хорошо знала она цену деньгам. Детские платья и обувь переходили от старших великих княжон к младшим. Даже киносеансы, которыми семья Марии Федоровны развлекалась во время отпусков, она оплачивала из своего кармана. 1914 год. В Европе начинается мировая война. Все личные средства Романовых, хранящиеся во французских и английских банках, Николай II расходует на вооружение и амуницию для русской армии. Германия – основной противник России в этой войне. Огромные средства Романовых, хранящихся в немецких банках, были заморожены. Ну а после революции в Германии в 1918 году их сбережения и вовсе обесценились. Так что к 1918 году у царской семьи за границей денег не было. Скандал, связанный с исчезновением Ларца, тогда за рамки королевской семьи не вышел. Иначе это отразилось бы в датской прессе. Но газеты тех дней сообщали о кончине русской императриции. О том, что на похороны из Англии прибыла дочь Марии Федоровны, великая княгиня Ксения Александровна, а также личный посланник английского короля Георга V, некто Питер Барк. Упоминали газеты и о завещании, согласно которому все драгоценности отходили дочерям – Ксении и Ольге. В связи с этим ставился вопрос, а получит ли датский король Христиан X хоть что-то в качестве компенсации за гостеприимство. И все. Так куда же исчез Ларец? Оказалось, что тема драгоценностей Марии Федоровны еще при ее жизни вышла далеко за пределы ближнего круга. В изгнании императрица вела дневниковые записи. Они были опубликованы в Дании и переизданы в 2006 году в России. И многие записи непосредственно касались вывезенных из России сокровищ. Оказалось, даже очень дальние родственники настаивали, чтобы она рассталась со своей знаменитой коллекцией. Они надеялись с ее помощью поправить свои дела. Например, великий князь Александр Михайлович Романов, осевший во Франции, в своих письмах убеждал вдовствующую императрицу, чтобы та, если не продала, то хотя бы заложила свои драгоценности. Это, по мнению князя, позволило бы всему семейству открыть бумажную фабрику. А фабрика принесла бы всем Романовым баснословные прибыли. Продатели заложить сокровища убеждали императрицу и английский, и датский короли. В одном из писем ее племянник, английский король Георг V, рекомендует своей дорогой тетушке Минни поместить драгоценности в банковский сейф в Лондоне. Он также обещает лично проследить за подготовкой и соблюдением условий продажи. Но императрица не продала ни одной драгоценности. Обладание ими по-прежнему выделяло ее среди всех других монархов. Драгоценностей было очень много. Все теряются, и никто даже не может сказать, какого размера был этот ларец. Кто-то говорит о ларце, кто-то говорит о шкатулке, кто-то говорит даже о сундуке, в котором она вывозила свои драгоценности. Но я думаю, что просто каждая вот такая вещичка, она у нее была с чем-то связана. Ну, с тезаименством, или там с днем рождения, или с Пасхой, с Рождеством, когда ей дарили эти вещи. Ну, и еще, мне кажется, такой момент, почему она не расставалась. Я думаю, просто они были столь дорогие, столь великолепные, никто не обладал в Европе подобными украшениями, что, пожалуй, последние годы именно они и делали ее императрицей. Пусть вдовствующей, но императрицей. Пусть без страны, но императрицей. И, в общем-то, наверное, эти украшения, они исполнили свое предназначение. Итак, ларец не был ни продан, ни заложен при жизни императрицы и пропал сразу после ее смерти. В начале октября 1928 года Мария Федоровна впала в бессознательное состояние и больше из него не выходила. Все это время за матерью ухаживала только младшая дочь Ольга. Старшая Ксения уже давно жила в Лондоне и приехала в Данию лишь за неделю до смерти матери, 6 октября. А императрица скончалась 13-го. Король Дании считал, что нет необходимости устраивать его тетке, пусть и бывшей императрице, торжественные похороны. Это унизило и оскорбило великих княгинь Ксению и Ольгу. Кузен беспардонно задел достоинства их матери, причем не только ее, многих в Дании. В итоге уже под напором общественности король уступил, и Мария Федоровна была захоронена со всеми должными почестями. Отпевали Марию Федоровну в русской церкви святого Александра Невского. Ее в Копенгагене в 1883 году построил Александр Третий. Как известно, СССР не признал себя правоприемником царской России. Ни долги, ни договоры не были признаны советами. Однако, придя к власти, большевики пытались завладеть российской собственностью за границей. В том числе предъявили права и на здание русского храма в Дании. Неизвестно по каким причинам, но датский король, христиан десятый, российским коммунистам церковь отдал. Большевики тут же сделали из храма пристройку к своему консульству. Однако Мария Федоровна затеяла судебный процесс и выиграла его. В итоге датский суд постановил, храм святого Александра Невского в Копенгагене большевикам принадлежать не будет. Согласно завещанию, Мария Федоровна желала, чтобы ее похоронили рядом с мужем в Петербурге с припиской «Когда это станет возможным». А до этого времени гроб с телом усопший должен был находиться в кафедральном соборе в Роскельде, где располагалась усыпальница королевских семей Дании и где были похоронены и ее родители. По обряду уже в усыпальнице духовник императрицы отец Леонид Колчев должен был прочитать заупокойную молитву. Но король Дании запретил священнику появляться в лютеранском храме в православном обличье. Тогда Колчев поверх своего облачения надел длинное пальто, проник в собор и молитву все-таки прочитал. Буквально через день после похорон Христиан-десятый приехал в резиденцию русской императрицы Виллу Видор. Целью его визита был сундучок с сокровищами тетки. Датский король хотел удостовериться, что драгоценности по-прежнему там. Мы не знаем, как Христиан-десятый объяснял встретившей его кузине Ольге Александровне свое требование предъявить драгоценности. Но варец исчез. Причем Ольга Александровна была удивлена не меньше короля. Ведь все последние дни она практически не отходила от постели больной матери. Но если и отходила, то ее тут же сменяла специально прибывшая из Лондона ее родная сестра, великая княгиня Ксения Александровна. Итак, пока косвенно мы можем предположить, что дочери императрицы Ольга и Ксения к пропаже сокровищ непричастны. Косвенно подтверждается, что и датский король об исчезновении Ларца узнал только когда прибыл в Видор. Возможно, в этот момент датский король очень сожалел, что Мария Федоровна не жила в его дворце Амалиенборг. Оттуда никто не посмел был нести сокровища. А здесь, на Вилле Видор, христиан десятый был не хозяин. Король был возмущен исчезновением драгоценностей и заявил Ольге, что отныне он вычеркивает ее не только из списка своих родственников, но и знакомых. Но кто еще мог похитить сундучок из комнаты императрицы? Остаются слуги и два казака из личной охраны императрицы. Вряд ли кто-то из них мог совершить кражу по личной инициативе. Но если кого-то из них завербовала советская разведка, то все возможно. Тем более, что в советской власти после истории с уплывшей из рук церковью были большие претензии к Марии Федоровне. Были причастны к исчезновению драгоценностей советские спецслужбы. Возможно, они пытались установить контакт со слугами и охраной. Но никого завербовать им так и не удалось. Люди остались преданными своей императрице. Кто еще? Конечно, датский король Кристиан X, я считаю, что он психологически рассчитывал на эти драгоценности. Все-таки он содержал ее двор. Эти драгоценности, наверное, рассчитывала и королева Мэй. То есть английские родственники. Потому что они сразу выделили достаточно большой пенсион для вдовствующей императрицы. Они чувствовали свою вину за то, что они не спасли царскую семью в свое время. И они выделили достаточно большой по тем временам пенсион. В год она получала 10 тысяч фунтов стерлингов. Это очень большая сумма. И, в общем-то, по воспоминаниям современников она не все даже расходовала. Поэтому, конечно, эти люди, с одной стороны, родственники, с одной стороны, они помогали. Ну, и они рассчитывали на что-то. То, что когда императрица не станет, ну, какая-то толика должна им достаться. Также дополнительно мы выяснили, что одними из первых покупателей, конфискованных большевиками царских драгоценностей, стали члены английской королевской семьи. Еще в 1925 году советское правительство, нуждаясь в иностранной валюте, отправило в Англию для продажи множества драгоценностей, принадлежавших дому Романовых. Некоторые вещицы приобрела лично супруга Георга V, английская королева Мария. В том числе и коллекцию пасхальных яиц работы Фаберже. Среди англичан, которые в 1925 году были посредниками между советами и двором Виндзоров в Англии, одно имя нам уже было знакомо. Это Питер Барк, который, как мы помним, в качестве официального посланника английского короля прибыл на похороны русской императрицы в Копенгаген. Наведя справки о личности англичанина, мы узнали, что на самом деле Питер Барк – это Петр Львович Барк, последний министр финансов царской России. После 1917 года он нашел приют в Лондоне и был назначен там советником, управляющего английским банком по делам Восточной Европы. Как министр финансов, Барк был хорошо знаком с великими княгинями Ольгой и Ксенией. Он участвовал во многих благотворительных акциях Марии Федоровны и мог иметь на нее влияние. Петр Львович Барк – честный, ответственный и, пожалуй, единственный, кому императрица могла бы из рук в руки доверить свой ларец. Король Георг V, видимо, на то и рассчитывал, что само появление Барка в Видоре поможет убедить дорогую тетушку Минне принять разумное с его точки зрения решение отдать драгоценности на хранение в Лондон под опеку ее племянника. Но этого не произошло. Из найденного нами жизнеописания Питера Барка выяснилась интересная деталь. В 1932 году, спустя три года после похорон императрицы, бывший министр финансов России указом короля Англии Георга V был возведен в рыцарское звание и награжден орденом. За какие же заслуги Петр Львович Барк стал сэром Питером Барком? Задавшись этими вопросами, мы поставили еще один. Мог ли Питер Барк, не получив ранее ларец из рук самой императрицы, взять его во время ее болезни? Ну или после ее кончины? И какие у него были для этого возможности? На виллу Видор Барк действительно приезжал с официальным визитом. Выразить сочувствие семье почившей императрицы. Но, согласно правилам внутреннего распорядка, посторонний человек в покое императрицы и членов ее семьи без сопровождения не допускался. Это правило соблюдалось строго. То есть тайно взять ларец и вынести его из дворца Барк, скорее всего, не смог бы. Прислуга и казаки были неподкупны. Да и сам Петр Львович, судя по характеристикам, был совсем не тот человек, который стал склонять бы людей, окружавших императрицу, к ее ограблению. Но ларец-то исчез. Был еще один человек, который находился в покоях Марии Федоровны постоянно все последние дни ее жизни. Это прибывшая из Англии ее дочь, великая княгиня Ксения Александровна. Но ее, как и ее сестру Ольгу Александровну, заподозрить в хищении сокровищ было бы абсурдно. Какой смысл брать у самих себя, если, согласно завещанию, все ценности и так отходили к дочерям? Такое могло произойти только в одном случае. Если одна из сестер решила завладеть всем сама. Но по многим причинам это было маловероятно. Казалось, мы зашли с нашими поисками в тупик. Мы много раз перебирали всех, кто мог быть причастен к исчезновению сокровищ. И выясняли мотивы, которыми могли бы руководствоваться эти люди. Мы пришли к выводу, что единственный человек, который имел право всерьез претендовать на часть драгоцесса ценностей, был английский король Георг V. Он в течение пяти лет выделял на содержание двора Марии Федоровны по 10 тысяч фунтов стерлингов в год и мог бы претендовать на компенсацию потраченных средств. Вдобавок, его супруга, королева Мария, как мы знаем, была большой поклонницей русского ювелирного искусства и не отказалась бы пополнить свою коллекцию украшений и вещицами из коллекции своих русских родственников, но, естественно, легально. 20 век. Эпоха мемуаров. Огромное количество событий, еще большее количество людей к ним причастных и желающих оставить свой след в истории. Ну а в Англии, особенно в начале века, создавалось впечатление, что мемуары пишут буквально все. Мы взяли список самых влиятельных фигур английской экономики и политики того времени. Тех, кто одновременно имел и влияние на короля. И углубились в их мемуары в той части, которая касалась исследуемого нами периода времени. И действительно, нашли очень важную информацию. Один из самых близких к английскому королю лордов сэр Фредерик Понсенбе утверждает, что организатором исчезновения лордца с драгоценностями и спокоев императрицы был никто иной, как английский король. А исполнителями сам Фредерик Понсенбе и Питер Барк. Согласно английской поговорке, если джентльменов не устраивают правила игры, джентльмены меняют эти правила. Русская императрица Мария Федоровна не желала расставаться со своими драгоценностями. Но английский король Георг V нашел возможность устроить все по-своему. Фредерик Понсенбе пишет, что буквально накануне кончины императрицы он получил от короля указание доставить драгоценности в Англию для сохранности. И поручил Питеру Барку отправиться в Данию. Итак, согласно версии лорда Фредерика Понсенбе, ситуация развивалась следующим образом. Барк приехал в Данию. Здесь он имел беседу с обеими великими княгинями Ксенией и Ольгой. Объяснил им, что действует по поручению английского короля, который находится лесообразным, отвезти драгоценности в Лондон, где они будут храниться в банковском сейфе до тех пор, пока сестры не решат, как ими распорядиться. И сестры согласились. Шкатулка в их присутствии была опечатана, доставлена в британское посольство в Дании, а потом переправлена в Лондон. Все оказалось просто. Лорец с драгоценностями исчез из спальни, находившейся без сознания императрицы по обоюдному согласию самых близких ей людей, дочерей и их английских родственников, которые полагали, что это будет лучшим решением. На этом можно было бы поставить точку. Но по воспоминаниям домочадцев, Ольга Александровна была очень удивлена, когда обнаружила, что Лорец исчез. Если исходить из мемуаров в Понценбе, то великая княгиня свое удивление просто разыграла. А вдруг нет? Мы решили проследить, как сложилась жизнь Ольги Александровны после смерти матери. Оказалось, что в 1932 году, когда почти за бесценок была продана вилла Видор, Ольга с мужем купила ферму в Дании, и вплоть до отъезда в 1948 году в Канаду ее семья жила исключительно крестьянским трудом. Но и тут датский кузен настоял, чтобы доля Ольги от продажи Видора была определена лишь в две пятых. В Канаде семья Ольги также приобрела ферму. Жили достойно, но не богато. А что известно о дальнейшей судьбе Лорца? Если верить мемуарам сэра Понценби, то в Англии через полгода после доставки Лорец вскрыли. В Букингемском дворце в присутствии великой княгини Ксении Александровны членов королевской семьи и доверенных лиц, включая Фредерика Понценби и Питера Барка. Драгоценности, по словам сэра Понценби, оказались еще более великолепными, чем он предполагал. Из сундучка были извлечены целые нити восхитительных жемчужин. Все в соответствии с их размерами. Причем самые крупные были величиной с вишню. Затем разложили изумруды, крупные рубины и сапфиры. Оценку произвела ювелирная фирма Хеннели Сыновья, которая немедленно была готова выдать в виде аванса сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов под заклад содержимого шкатулки. Сумму, на наш взгляд, совершенно не соответствующую реальной стоимости драгоценностей. Согласно сэру Понценби, драгоценности впоследствии принесли доход в 350 тысяч фунтов стерлингов. А Питер Барк, Петр Львович Барк, вообще оценил их в полмиллиона. Согласно ювелирной практике того времени, залог в 100 тысяч фунтов должен был равняться приблизительно 10-15% от общей суммы, за которую впоследствии коллекцию можно было бы продать. То есть стоила она около миллиона, что по нынешним временам равняется 17 миллионам фунтов стерлингов. И тем не менее, украшения оценили всего в 100 тысяч. Директору английского банка было поручено позаботиться о финансовом положении великих княгинь. И он утверждал впоследствии, что 60 тысяч из 100 получила Ксения, а остальное Ольга. В результате у нас возникли новые вопросы. Почему сестры получили деньги не в равной пропорции? Почему им досталось только 100 тысяч из потенциальных 350 или 500? И даже если драгоценности были распроданы и принесли всего 350 тысяч, то сколько себе забрал Георг V, потративший примерно 50 тысяч фунтов на содержание двора своей тетки? Скажите, мы можем точно определить стоимость всей коллекции Российской императрицы. И почему стоимость драгоценностей была в свое время сильно занижена? Безусловно, мировое сообщество осознавало всю ценность драгоценностей великокняжеских семей. Но хорошо известно, что между скупщиками драгоценностей был некий союз, было некое внегласное соглашение максимально занижать стоимость всех драгоценностей, которые предлагались на рынок со стороны иммигрантов России. Это происходило потому, что ценность тех изделий была уникальна и экстремально высока. Но желание заполучить как можно дешевле эти уникальные образцы драгоценных камней, ювелирных, прекрасных изделий, они, конечно, были выше всего. И им удалось это сделать. Мы понимаем, что живых свидетелей этой истории уже не осталось. Но, может быть, мы сможем что-то узнать от людей, близких к дому Романовых? Мы вновь обратились к Ивану Арцишевскому, ведь именно ему было поручено перезахоронение праха Марии Федоровны. Когда мы перезахоронили ее здесь, в Петропавловском соборе, то приезжала практически вся семья. И вы знаете, мы делали это так, чтобы действительно отдать дань этой удивительной женщине, чтобы Россия знала об этом. Это было действительно сделано очень красиво. На мой взгляд, торжественно, красиво, так как подобает, без пафоса, но так подобает действительно русской императрице. И мне кажется, что мы как бы свой долг выполнили. Знаете, вот какие-то есть удивительные какие-то вещи, там говорят о каком-то ларце. Я, честно говоря, ничего об этом не знаю, по крайней мере. Что-то я слышал, Мельком об этом говорили, но ничего об этом никогда не интересовался. И так о ларце ходили слухи, но толком никто ничего не рассказывал. Однако мы нашли еще одну книгу. Ее автор Йен Уорос. Но под обложкой в его обработке находятся подлинные воспоминания парфирородной дочери императора Александра Третьего, великой княгини Ольги Александровны. Ольга Александровна утверждает, что она с Питером Барком в Копенгагене не встречалась. Шкатулку без ее ведома Барку отдала сестра Ксения. Это полностью идет в разрез с тем, как события описал в Сарпонсенбе. И далее Ольга Александровна пишет, «Все сделкой занималась Ксения, и когда я узнала об этом и попыталась его заразить, мне заявили, что я не имею никаких прав, поскольку замужем за простолюдином. Это было жестоко и несправедливо». То есть получается, что в Бакингемский дворец драгоценности доставили еще до оглашения завещания императрицы. О том, куда и при каких обстоятельствах пропали некоторые украшения из ларца ходят множество слухов. Якобы ряд предметов, жемчужные воротники, корсаж из бриллиантов оказались у жен английских банкиров и дельцов с Уолл-стрит. Писали, что одной из первых с драгоценностями засветилась жена Питера Барка. На одном из приемов в Лондоне на ней был замечен изумрудный браслет с бриллиантами. Когда у дамы спросили, откуда у нее эта вещь, она от прямого ответа ушла. Мы же можем только предположить, что Барк получил браслет в оплату за блестяще выполненную операцию по извлечению ларца из Копенгагена. Хотя это тоже может быть всего лишь клеветой завистник. Коллекция драгоценностей английской королевской семьи считается в мире одной из самых изысканных. Часть этих драгоценностей принадлежит Виндзорам с незапамятных времен. Часть появилась в 30-е годы 20-го века. Говорят, что на представительницах династии можно увидеть украшения сходные с украшениями Марии Федоровны. Так брошь с огромным овальным сапфиром с бриллиантовой застежкой и подвеской из каплевидной жемчужины напоминает брошь, которую императрице Марии Федоровне подарил свекр Александр II. А бриллиантовые тиары веобразные формы сапфира в центре напоминает ту, в которой Мария Федоровна изображена на многих дореволюционных фотографиях. Что ж, если это и правда те украшения, то они обрели поистине достойных хозяев. Однако с уверенностью ничего сказать тут нельзя. Как правило, идентифицирование вещи по принадлежности к какой-то великой княжеской особе выполняется с точки зрения портретов, с точки зрения исторических сведений, с точки зрения документов или писем об этой вещи. Скажем, если присутствует на картине какое-то изображение данного ожерелья или браслета или броши, что было очень достойно носить в своё время, то, конечно же, эксперту, если попадается в руки эта самая вещь, то определить не составляет особого труда, поскольку там присутствует и клейма, и определенная категория золота, определенная проба, и определенное качество огранки камней. И даже сами камни, с точки зрения гемологической их ценности по происхождению, их тоже можно определить. Скажем, уральские это изумруды, или изумруды африканские или бразильские. А что, если блеск бриллиантов ослепляет глаза авторам различных версий о судьбе ларца-императрицы и его истинная история совсем иная? Конечно, сама эта история очень увлекает. Был ларец с какими-то безумными драгоценностями. Вдруг этот ларец исчез. Но я думаю, что это все-таки очень семейное дело. Это семейное дело. Вот конкретно ее, ее дочерей, несчастная женщина, которая потеряла всех своих детей. Остались только вот две дочки, Ксения и Ольга, которые между собой не очень ладили. Были внуки. И вот эта вот женщина, она вот жила в этих украшениях. Потом эти украшения исчезли. И неважно куда, неважно, кому они достались. Хорошо, если они принесли кому-то пользу. Но вот как-то опыт исторический, он показывает, что украшения, в общем-то, чужие особенно, они никому добра не приносят. Со времени описываемых событий прошло почти сто лет. Почести и роскошь царского двора, торжественные обеды и монаршие приемы, шелест атласных юбок и таинственные встречи в загородных резиденциях, увы, все это кануло в лету. Баснословно дорогие украшения Марии Федоровны рассеялись по свету точно листья на осеннем ветру. Но есть вещи более дорогие, чем сияние рубинов и алмазов. Важнее, что сбылась вторая часть завещания Марии Федоровны. Согласно завещанию, Мария Федоровна хотела, чтобы ее похоронили в Петербурге рядом с мужем, но с припиской, когда это станет возможным. И вот в сентябре 2006 года, через 78 лет после ее смерти, останки Марии Федоровны Романовой были перезахоронены в Петербурге, в Петропавловской крепости, рядом с прахом ее мужа, российского императора Александра Третьего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»